ДАННЫЙ МАТЕРИАЛ СОДЕРЖИТ ЭЛЕМЕНТЫ РЕКЛАМЫ Даже людям весьма именитым, и незазорно еще раз повторить, как их зовут. Считается, как бы, правило хорошего тона. Да, до Нового года у нас осталось все, не так уж и много времени, на самом деле, 33 дня всего лишь. Ну и именинники, куда же без них по утрам. Так, а теперь внимание. Значит, это. Сегодня список очень обширный. Андрей, Василий, Григорий, Даниил, Иван, Константин, Николай, Алексей, Павел, Петр, Сергей, Степан, Анна. Где Дмитрий в этом списке? Ну, судя по тому, что каждое утро там появляется твое имя, что это пошло не так сегодня. Опять Иван. Эстафету ты передал нашему оператору, я так понимаю. Слушай, я тебе честно скажу, ты знаешь, вот по сравнению с Иванами, никакой конкуренции остальные имена просто не выдерживают. Потому что, ну, практически через день. Смотри, а ты в один день придешь на работу, а Иван тут, вместо тебя стоит, а тебя отправят на операторский пост. Ой, был период, когда наш канал мог купить одного Ивана за недорого. Да, но уже поздно. О погоде. Плюс 7 и облачно. Ну, вот так вот, как-то так. Хотя, в принципе, плюс 7 очень даже неплохо. Главное, если бы не было сыра при этом. Если действительно будет, потому что я вот смотрел там пару дней назад, на этот четверг обещали, по-моему, вообще плюс 9. И я, когда смотрел прогноз, я думал, может, на мотоцикле приеду. Вот, а потом отвалилось обратненько. И, как бы, в принципе, в плюс 7 тоже можно приехать, но как-то уже не очень хочется. В общем, все, что ниже плюс 10. На самом деле, и в плюс 6 мы ездили, и в плюс 2 мы ездили, и в плюс 1 мы ездили. Другой вопрос, зачем? Да, в любом случае погода внесет свои корректировки в ваши планы. Хотите вы этого или нет? В любом случае одевайтесь тепло, потому что в этот период времени очень легко заболеть. Вот, а, надо беречь себя. Да, потому что впереди Новый год, подготовка к Новому году, поэтому, да, берегите свое здоровье. Эмоциональное состояние в том числе, а его тоже. Приберегите, чтобы вам не пришлось какие-то успокоительные пилюли потом пить. Это опять на меня, конечно. Я на кого еще? Спасибо тебе большое. В общем, для того, чтобы поддержать то самое эмоциональное состояние, мы музыкой в том числе делимся по утрам. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Кого хочу не знаю, кого знаю не хочу Вот примерно так же с куртками Вот что я вижу, то не нравится Что нравится, то не вижу Как-то так В общем, прямо сейчас расскажем О различных типах, особенностях Зимней куртки И постараемся вам помочь, чтобы Ваша зима была максимально теплой и комфортной Пуховики делят на следующие категории Пуховые свитеры, страховочно-бивачные куртки, экспедиционные, катальные и городские Пуховые свитеры самые невесомые и компактные среди собратьев Такой тонкий пуховичок отлично подойдет для носки в городе в межсезонье Когда перепад температур в течение дня довольно сильный Их можно надеть под свою одежду или мембранную куртку А также использовать как самостоятельную верхнюю одежду Но есть у них и один нюанс Достаточно тонкая ткань, требующая аккуратности и внимательности Второй представитель семейства Пуховые Страховочно-бивачные куртки Скроены они для туристов и альпинистов Предназначены для более сурового климата По весу и объему в рюкзаке они лишь немного уступают пуховым свитерам Ведь ткань у них используется чаще всего такая же Поэтому альпинистам они тоже отлично подойдут Приятно достать из рюкзака и надеть теплый пуховик, избежав замерзания Экспедиционные куртки Экстремально низкие температуры и высотные восхождения их вотчина Теплоизоляция у них выше за счет большого количества пуха в более объемной геометрии Материал тут тоже прочнее, а слабые места, как правило, усилены еще более прочной тканью Сложить их в рюкзак легко не получится, но и не потребуется Такие пуховики обычно не снимают Четвертый вид – катальные куртки Заточенные под горнолыжников Смело берите такие куртки для спокойного катания на курортах с сухим и холодным климатом Пуховая подкладка сохранит тепло в сильный мороз, а мембрана с внешней стороны защитит и вас, и пух от мокрого снега Внутрь снег тоже не забьется Ну и наконец, городские пуховики Из всего списка они самые стильные и разнообразные по форме Тут и куртка-бомбер, и парка, и пальто разных видов и расцветок В сохранении тепла эти модели не уступают походным собратьям, как и в защите от осадков Из отличий – большой вес, объем и особенности кроя Для экстремальных условий они не так удобны, а вот для города или активных прогулок – идеальны Переходим к параметрам Качество пуха определяется показателем Feel Power, то есть заполняющая способность На бирках или самих куртках он обозначен как FP Параметр иллюстрирует размеры и упругость волокон отдельных пушинок Чем крупнее пушинка, тем больше воздуха удерживают ее волокна, и тем выше теплоизоляция куртки Также с ростом значения Feel Power отпадает необходимость в добавлении большого процента мелкого пера Которая помогает сохранить пуху объемную структуру Количество пуха – тоже важный параметр При равном FP лучше греть будет та куртка, где пуха больше И здесь подбирайте под условия, в которых вы будете носить свой пуховик Для лютых морозов пуха понадобится много В экспедиционных куртках пуха может быть до 500 граммов А для города подойдет пуховик с количеством пуха 200 граммов При большем вы скорее всего перегреетесь Виды швов – неочевидный, но очень важный параметр Шов бывает холодный, теплый и сварной При холодном пуховые пакеты сшиваются между собой напрямую Такой шов самый простой в производстве, весит мало Однако при сильном ветре продувается, а значит увеличивается потеря тепла Теплый шов выглядит сложнее Тут лицевой и изнаночный материалы соединяются через перегородку из сетки или тонкой ткани Такую конструкцию ветром уже не продуешь, а пух получает возможность полноценно расправиться по всему пакету А значит теплопотерь будет меньше Сварной шов распространен чуть меньше из-за сложности технологии и увеличения веса куртки Но имеет большой плюс – отсутствие отверстий, через которые пух может вылезти К тому же такой шов почти не ослабляет ткань в месте соединения Подведем итог Самые теплые куртки с большим значением фил пауэ, количеством пуха и теплыми швами Самые прочные – экспедиционные и городские куртки с износостойкой тканью и сварными швами А самые невесомые и компактные – пуховые свитеры, прошитые насквозь Ну и с приближением зимы вы точно не обойдетесь без следующего аксессуара Перчатки, варежки давно перестали быть средством защиты от ветра и морозов И сегодня это, как я и сказала, уже модный аксессуар, способный изменить или дополнить любой образ Настолько модный аксессуар, что у меня есть даже летние Ух ты! Больше того Кожаные! Скажу, каждый день, летом, я ходил в них Ну потому что ты ездил на мотоцикле Правильно, мотоциклетные Была одна история, значит, я очень хотел кожаные перчатки Очень много лет назад, еще во времена своей молодости А мне подарили кашемировые Я так расстроился, я тебе передать не могу И только потом я понял, какой же я дурак Насколько теплыми были эти перчатки В общем, прямо сейчас расскажем все о перчатках О кожаных, о трикотажных, о меховых Рассказываем не только, какие они прекрасные, но и с чем их носить Даже самая трепетная забота о коже женских рук сводится к нулю, если в холодное время года не носить перчатки Без них мы не в состоянии удерживать достаточное количество тепла в руках, что может привести к серьезным повреждениям кожи и тканей Для защиты от неприятных последствий отправляемся на поиски перчаток, варежек и прочей теплой амуниции для рук Самый важный момент при выборе – убедиться, что перчатки подходят по размеру и удобны Чтобы определить свой размер, нужно просто вкруговую измерить самую широкую часть вашей ведущей руки в сантиметрах или дюймах Правую, если вы правша, и левую, если вы левша С верхней демисезонной или зимней одеждой носят перчатки из кожи, кашемира и трикотажа Их главная функция – согревать руки, поэтому следует выбирать перчатки из плотных материалов – модели с подкладкой Помните, перчатки того же цвета, что и ваша одежда, визуально делают руки длиннее, а контрастного цвета, наоборот, укорачивают Простой стиль этого элемента гардероба обычно дополняет яркий образ, в то время как нарядные декорированные перчатки сочетаются с более формальной одеждой Элегантные кожаные перчатки – настоящая классика, которая подходит и под шерстяное пальто, и под дубленку Их существенный плюс в том, что они хорошо спасают от ветра и холода, и при этом выигрышно смотрятся даже самым строгим нарядом Кожаные перчатки долговечные, не рвутся и довольно долго сохраняют вид при правильном уходе Это хороший вариант для мягкой зимы Теплые, уютные и мягкие шерстяные перчатки станут отличными компаньонами для прогулки в морозную, но безветренную погоду В отличие от кожаных, они позволяют вам двигать рукой более свободно Так что смело делайте в них селфи на катке или берите стакан горячего кофе на новогодней ярмарке Минус – в снежки не поиграешь, сразу намокнут Если вы хотите добавить красок в свой зимний гардероб, яркие перчатки – отличный выбор Шерстяные или вязаные модели насыщенных цветов, таких как красный, синий или зеленый, помогут оживить однотонные зимние пальто и куртки Отлично держат тепло перчатки из замши Распространено мнение, что они очень непрактичны, быстро лоснятся Это не так, если правильно за ними ухаживать, регулярно обрабатывать защитным спреем Самый недорогой вариант зимних перчаток – вязаный При их выборе присмотритесь к составу материала Лучше всего греет ангорка, но ее доля не должна превышать 70% Шерстяные перчатки также лучше выбирать с небольшим добавлением акрила, но не более 10-15% На холода лучше всего купить варежки Они отлично смотрятся с пуховиками, повседневными пальто и куртками Между прочим, варежки сегодня на пике моды Многие ведущие дизайнеры включают их в свои коллекции В этом сезоне актуальны высокие модели, которые мы носили в 2010-х Можете также примерить митинги, которые согревают и при этом оставляют возможность пользоваться телефоном Что касается оттенков, то рекомендуется присмотреться к нейтральной палитре – серому, бежевому и молочному Любительницам смелых экспериментов дизайнеры предлагают варежки со стильными меховыми отворотами В них вам будет тепло, а образ будет выглядеть уютно и женственно К тому же такие рукавички отлично сочетаются с пушистыми шапками и шубками в стиле мишек Тедди Из которых невозможно представить наш гардероб Цветовая гамма может быть любой Но особым шиком считаются светло-бежевые и голубовато-серые аксессуары А что если мы вам скажем, что в разных уголках Земли некоторые зимние угощения могут быть настолько разнообразными, как и сама зима От горячих напитков на новогодних ярмарках до сладких десертов, которые становятся символами новогодних праздников В общем, давайте прямо сейчас все вместе отправимся в гастрономическое путешествие по всему миру, чтобы раскрыть все секреты зимних угощений В Германии зимние праздники невозможно представить без Штолина Это традиционный пирог, который готовится из дрожжевого теста с добавлением изюма, орехов и марципана А затем посыпается сахарной пудрой Его овальная форма символизирует младенца Христа в пеленках Пирог принято подавать на Рождество Другим популярным зимним угощением является глинтвейн Это горячий напиток на основе красного вина с добавлением разных пряностей Корицы, гвоздики, кардамона и цитрусовых Его обычно пьют на новогодних ярмарках или дома в кругу семьи Швейцария знаменита своими блюдами с сыром И зимой два основных угощения – это раклет и фондю Раклет – это расплавленный сыр, который подается с вареным картофелем, корнишонами, луком и мясом Чаще всего его готовят на специальных грилях, где сыр плавится прямо перед гостями Это блюдо особенно популярно в горных регионах Швейцарии, где его подают в качестве согревающего ужина в холодные зимние вечера Фондю также является любимым зимним угощением Это смесь расплавленных сыров, в которую макают кусочки хлеба Фондю принято есть за столом, окружив себя друзьями и семьей, что делает процесс приготовления еще более праздничным Осети рёри – это традиционное новогоднее угощение в Японии Оно состоит из различных блюд, которые символизируют счастье, процветание и долголетие Осети обычно готовят заранее, так как эти блюда предназначены для того, чтобы семья могла отдыхать и наслаждаться праздниками, не тратя время на готовку В состав осети входят такие продукты, как суши, моти, морепродукты, овощи, бобовые и фрукты Каждый из которых имеет особое значение в японской культуре Осети подается в многослойных коробках, а традиция их приготовления была добавлена в список объектов нематериального наследия ЮНЕСКО В Великобритании зимние праздники часто сопровождаются традиционными угощениями, которые готовят заранее Одним из самых популярных является рождественский пудинг Это десерт из сухофруктов, орехов, пряностей и алкоголя Он готовится за несколько недель до Рождества, выдерживается и подается с бренди, который поджигается перед подачей Рождественский пудинг является символом удачи и процветания на Новый год Еще одно угощение – это минс пай – маленькие пироги с разнообразной начинкой Минс пай часто подают с чашкой чая в ходе застолий Новогодние угощения разных стран – это не просто еда, а важная часть культурных традиций Каждое блюдо несет в себе символику, отражающую пожелания на Новый год Они помогают создать атмосферу уюта, радости и единства Данный материал содержит элементы рекламы Традиционный для утренней программы опрос Стеллы Стелла, с чем ты сегодня завтракала? Ну, очень банально, это будет бутерброды и чай Бутерброды с чем? С мясом и сыром Что за мясо такое, ты на бутерброды накладывала? Не говори мне, что колбасу? Нет, запеченная грудка, порезанная, вот А ты чем завтракала? А маслица была? Обязательно, это обязательно Ну, хлебушек цельнозерновой? Нет, но серый Ну, ладно Хлебушек обожарила? Нет Ата-та тебе скажу Ну, слушай, по утрам у меня нет такого количества времени Слушай, честно говоря, это происходит быстрее, чем греется твой чайник Взяла немножко... Ну, это же дополнительные действия, которые надо совершить с утра Да, я помню, что ты ленивая... Очень, да А ты на вопросы не отвечаешь, да, в этой студии? В этой студии вопросы задаю я Вопросы, я тебя, может, удивлю? Но я тоже, да? Да Так, ладно, расскажу Два вареных яйца, смятку Два кусочка сыра Тоже хорошо Овсянка Хорошо Сыр А все? Все, а чай? Ну, само собой Ну, и прекрасно А чем еще можно позавтракать утром? Об этом, как всегда, рассказывает и даже показывает наш коллега Михаил Цуркан Доброе-доброе утро Конечно, праздники спешат очень быстрыми шагами к нам навстречу И иногда хочется удивить не только вас, но и сами мы иногда очень часто удивляемся Итак, как попросил наш режиссер о счет Миша, приготовь мне яйцо по счету Я говорю, конечно, это очень хорошо Я приготовлю вам по счету Действительно, будем готовить сегодня яйцо по счету Я знаю, что немногие прибегают к готовке именно этого вида, скажем так, яичного продукта с утра Вот, поэтому что мы сделаем? Мы для начала включим, естественно, этот чайничек Бош Он достаточно быстро должен нам нагреть воду, чтобы она была вот такой только что вскипяченной Вот сейчас он нам нагреет эту воду, потому что именно в вскипяченную воду мы закинем сюда соль Четыре столовые ложки столового уксуса Туда же разбиваем яйца и, внимание, самый главный секрет и секретный ингредиент нашего сегодняшнего блюда Точнее, даже, я бы сказал, техника приготовления сегодняшнего блюда Яйца по счету будем готовить в микроволновке Это займет у вас ровно полторы минуты Соответственно, вы сэкономите время вашего утреннего какого-то, не знаю, рациона, да Или всех ваших движений для того, чтобы выйти из дома Поэтому у вас это все очень круто получится Ну и, конечно, я воспользуюсь еще одним агрегатом, который, на самом деле, в нашей студии достаточно редкий гость Мы к нему редко прибегаем, но сейчас я запущу пока первые два тоста для тех, кто захочет, может быть, просто хлеб с маслом съесть Потому что, по сути, если бы мы хотели накормить сейчас всю нашу команду, нам понадобился, наверное, целый лоток яиц Потому что нас очень много вместе с журналистами И, соответственно, столько же ломтиков замечательного вкусного хлеба-тоста, да То есть нам нужен хлеб все-таки в виде тоста И, соответственно, мы сейчас вот подогреем, подсушим это Сразу же на подсушенный такой еще горяченький тост мы намажем сливочное масло Оно как раз растает, оно впитается Потом, соответственно, приготовим яйцо пашот И тогда у нас получается великолепная комбо хрустящих хлебушек Который, естественно, да, будет нам хрустеть и в это время еще и сочетаться с яйцом Итак, что мы сделаем для начала, пока вода вот уже, я смотрю, закипает То есть мы сюда ложечку соли закинем Так надо, друзья, так надо, не переживайте А я пока сюда же залью 4 столовые ложки уксуса столового Он у нас является таким держателем в данном случае крепости белковой, скажем так, консистенции и составляющей самого яйца пашот Для тех, кто не знает, яйцо пашот, естественно, судя по названию, пришло к нам из Франции И первые упоминания, они уводят нас еще в 14 век Именно тогда во Франции повара уже умели готовить яйца пашот И затем, естественно, что это все перекочевало уже ближе к нам В данном случае лично Александру Первому, я думаю, что вы знаете, кто это такой Готовил французский шеф-повар яйца пашот Это было одно из его самых любимых лакомств Поэтому уже отсюда мы как бы с вами получили возможность готовить их в том числе и на своих кухнях уже и своим любимым людям Сразу говорю, что яичница, казалось бы, быстрее готовится или более привычное блюдо Но только это, наверное, потому что мы здесь не особо заморачиваемся То есть мы разогрели сковородку, закинули туда масло растительное или сливочное Разбили яйца, они там как-то себе сами пожарились Но с точки зрения, конечно, скажем так, какой-то здоровой нутрициологии То все-таки яйца пашот обладают лучшим свойством, лучшим качеством И у уксуса тоже есть огромное количество полезного для нашего организма Если вы периодически катаетесь в Румынию, то у них уксус вообще одна из топовых таких заправок для салатов То есть они смешиваются очень часто с уксусом Закидываю сюда же пока еще два тоста Но эти я, скорее всего, поставлю на несколько минут дольше, чтобы этот хлебушком с маслом, поверьте, мы его съедим Хочется, чтобы они немножко были более румяными Поэтому заряжаем еще одну порцию И вот уже вижу, как выходит пар из чайника Я думаю, что вот он аж затряся, задрожал Сюда мы 300 миллилитров воды выливаем Так, чтобы туда можно было погрузить Есть Куриные яйца Чуть-чуть перемешаем С одной стороны, как будто какое-то колдостоп Потому что вода прозрачная Если в вашем доме есть дети То, конечно, для них это будет такой особенный сюрприз, особенный момент Просто разбиваю одно яйцо Есть И разбиваю второе яйцо Есть И вот теперь вся магия, друзья, продолжится в микроволновке Открываем микроволновую печь Закидываем сюда наше блюдо Выбираем максимальную мощность То есть у нас это 900 И оставляем, ну скажем, минуту-полторы Я пока попробую минуту Потом, если что, мы зададим еще одну минуту Или хотя бы еще 30 секунд Сейчас воздействие микроволновых Микроволновых Как раз волн будет сейчас воздействовать на наше содержимое этой миски И вот как раз сейчас у нас должны сформироваться наши яйца пашот Для тех, кто не знает, действительно, это блюдо французское Но само яйцо пашот имеет логический такой абсолютно перевод Вот То есть по-французски это карман Поэтому яйцо пашот это такой, знаете, как белковый карманчик В котором у вас абсолютно сырой желток В этом как бы и весь кайф То есть у вас с одной стороны, когда вы разрезаете Оно так растекается красиво Я знаю, что многие любят хлебушком помакать вот в такую вот яичную юшку Ну и вот мы в этом плане себе сегодня тоже отказывать не будем То есть мы на такие хрустящие тосты Вот теперь уже более румяные Водрузим наши яйца пашот Так, я добавляю еще одну минуту Внимание, поехали, 900 И еще одну минуту И таким образом у нас должно получиться сейчас отличная комбинация Когда мы разрезаем яйцо пашот Получим этот растекающийся желток И заметьте, оно все очень-очень быстро готовится Я просто еще вам тут рассказываю Если вы заняты только приготовлением, так сказать, утреннего завтрака Это, кстати, можно вообще просто вот так вот сложить И отправить ребенка в школу вместе с таким бутербродом Это один из самых любимых моих бутербродов Даже есть, если вы помните, видео, где Александр Ткачук Один из наших популярных шеф-поваров Вот я ему задавал вопрос, какое твое самое любимое блюдо И он говорит, ты не поверишь, что мое самое любимое блюдо Это просто хлеб с маслом С нетерпением дожидаюсь, когда у нас сейчас закончатся все здесь физические процессы Достану шумовку, потому что именно шумовкой достанется и наши яйца пашот Ну что, друзья, я первый раз это готовлю вместе с вами Поэтому я надеюсь, что все-таки наш фокус удался Так Фантастиш Я никогда не думал, что это действительно возможно На ваших глазах, дорогие друзья, я приготовил яйца пашот В микроволновке Посмотрите, первое красивое И второе красивое Яйцо пашот Вообще, у меня легкий шот, перед вами пашот И я не знаю, как вы, но я хочу еще немножко просто приперчить вот эту вот историю Хотите, можете добавить сюда зеленого лучка Убираю все лишнее, поворачиваю вам вот так И хочу сказать, что сегодня у меня будет самый счастливый режиссер Яйца пашот в микроволновке Готовы И теперь, внимание, тот самый долгожданный момент, которого ждут и телезрители, и режиссер Разрезаешь, и оно сочно растекается по хрустящему тосту А-а-а, приятного аппетита, друзья Ешьте, пока не ничем Итак, операция расти попа на нашем телеканале продолжается В раю, в райском саду Да Были очень даже стройненькие Да Вот, а после... Подожди После того, как их из рая выгнали, появились проблемы с ожирением А до этого таких проблем не было Поэтому, видишь, все опять же началось с ее грехопаденческого греха Да Масляная масля Нам исправить эту ситуацию, скорее всего, никак не удастся Но кто мы такие, чтобы спорить с тенденциями? Да Вот, поэтому найти вам рецепт очередного рулета Рулет этот яблочный, готовится в духовке Вкусная выпечка и быстрая для семейного чаепития По желанию можно добавить изюм и сухофрукты В любом случае десерт будет идеальным Обязательно попробуйте приготовить в какой-нибудь холодный вечер Для рулета понадобится 7-8 средних яблок Предварительно очищаем их от кожуры и натираем на крупной терке У нас сорт кисло-сладкий и очень сочный Но для этого рецепта подходят любые сорта К подготовленным яблокам добавляем 1 чайную ложку молотой корицы Перемешиваем эти ингредиенты Корица должна распределиться по всем яблокам Если вы не любите эту специю, можно добавить немножечко сока лимона и ваниль Получается не менее вкусно А вот сахар в начинку мы не добавляем, так как сами яблоки сладкие Наполнитель готов Берем противень и застилаем его пергаментом На него выкладываем начинку Силиконовой лопаткой или ложкой распределяем яблоки по всей площади противня Начинка должна лечь равномерно Можно ее слегка уплотнять Огромный плюс этого рецепта еще и в том, что нам не нужно отдельно запекать тесто для рулета, а потом готовить начинку Здесь все делается гораздо быстрее и проще Противень с начинкой отставляем в сторону и подготовим тесто Отделяем желтки от белков Для рецепта потребуется 4 яйца Рекомендуем предварительно достать яйца из холодильника, чтобы они были комнатной температуры К белкам добавляем щепотку соли Желтки нам потребуются позже Миксером на больших оборотах взбиваем всю до светлой пены На это уйдет примерно 2 минуты Как только увидите, что белки превращаются в пену, слегка посветлели, можно добавить к ним 10 граммов ванильного сахара Также сразу добавляем 50 граммов сахара Миксером на все таких же больших оборотах взбиваем до светлой массы 3-4 минуты Как только масса стала достаточно плотной и светлой, насыпаем еще 50 граммов сахара и продолжаем взбивать Если у вас планетарный миксер, тогда процесс ускорится вдвое Готово! Пики получились мягкими Вводим 4 желтка Снова берем миксер и на той же скорости взбиваем массу до однородности 1 минуту Нам нужно просто смешать желтки и белки После этого просеиваем в миску 100 граммов пшеничной муки и 1 чайную ложку разрыхлителя С просеянной мукой корж получится нежнее и воздушнее На этом этапе убавляем обороты миксера до средних и перемешиваем тесто до однородности Мы должны избавиться от всех комочков А за счет того, что мощность миксера убавлена, мы не повредим структуру воздушного белка Тесто готово! Выливаем его на яблочную начинку Лопаткой или ложкой массу распределяем по всей площади противня Духовку разогреваем до 180 градусов Запекать бисквит будем 30-35 минут Бисквит прекрасно запекся и подрумянился Не дожидаясь, пока он остынет, кладем на корж лист пергамента и переворачиваем Теперь убираем пергамент, на котором запекался пирог Далее дело техники Подхватываем корж с краю и сворачиваем в рулет начинкой внутрь Как видите, бисквит очень нежный, мягкий, ничего не трескается и не лопается Все происходит быстро и просто Оставляем готовый рулет в том же пергаменте, на котором лежал бисквит Даем ему слегка остыть 10 минут По истечении времени рулет кладем на разделочную доску и нарезаем порционными кусочками По желанию можно посыпать его сахарной пудрой Получается невероятно нежный, сочный, вкусный яблочный рулет Он просто тает во рту Такая вкуснятина покорит всех ваших родных и близких Готовится быстро, а результат аппетитный Нежнейший бисквит, сочная яблочная начинка и аромат корицы Что может быть прекраснее к чаю? Готовьте с удовольствием! Зимой наша кожа сталкивается с целым рядом испытаний Это и холод, и ветер, и перепады температур, и сухость воздуха Потому что из-за системы отопления воздух у нас в квартирах обычно очень сухой Да, как сохранить и здоровье, и красоту в нашей коже в самый суровый сезон Как всегда поделимся небольшими рекомендациями Увлажнение – это основа зимнего ухода Используйте питательные кремы, которые содержат масла и жиры Идеальны кремы с гиалуроновой кислотой, глицерином и растительными маслами Например, оливковым или кокосовым Не забывайте об увлажнении не только лица, но и тела Пользуйтесь специальными лосьонами Они помогут коже удерживать влагу Холодный ветер и низкие температуры могут вызвать обветривание и раздражение кожи Поэтому важно защищать ее от негативного воздействия внешней среды Используйте защитные кремы с SPF даже зимой Солнце может быть не таким интенсивным, но ультрафиолетовые лучи продолжают воздействовать на кожу Для губ обязательно следует использовать бальзамы Это предотвратит их пересыхание и трещины Зимой кожа склонна к накоплению мертвых клеток, что может привести к тусклости и шелушению Чтобы избежать этого, важно регулярно отшелушивать кожу Используйте мягкие скрабы Одна из причин сухости кожи – это недостаток воды Пейте достаточно жидкости, чая и напитков с витаминами, чтобы поддерживать уровень водного баланса Добавьте в рацион продукты, богатые омега-3, а также витамины С и Е, которые поддержат здоровье кожи Особенно важно учитывать тип кожи, так как разные типы требуют различных подходов к уходу Для сухой кожи будут хороши масла, например, масло ши и органовое масло Они хорошо питают и увлажняют кожу Для жирной кожи выбирайте легкие увлажняющие гели или кремы, которые не будут перегружать кожу и забивать поры Для комбинированной кожи используйте увлажняющие кремы, но старайтесь избегать средств с тяжелыми текстурами на Т-зону Не забывайте о ночном уходе, он не менее важен, чем дневной Во время сна кожа активно восстанавливается, и именно ночное увлажнение помогает бороться с последствиями холода и сухого воздуха Используйте более питательные ночные кремы, которые активизируют процессы регенерации кожи В уход можно добавить маски с восстанавливающими компонентами, такие как алоэ вера и витамин В5 Зимний уход за кожей требует особого внимания и заботы Главное – учитывать особенности вашего типа кожи Помните, что забота о себе зимой – это не только улучшение внешнего вида, но и поддержание внутреннего здоровья Данный материал содержит элементы рекламы Мы сегодня много говорим о еде Так уж вышло, и раз уж ты назвал операцию «Расти попа», так операция продолжается Поговорим о линцерском печенье – это изысканное лакомство, которое украшает любое чаепитие Да, характерной особенностью является изящная форма с отверстием на одном из слоев, через которое виден ягодный джем Мы, честно говоря, с таким названием столкнулись впервые Но кто знает, может быть, все намного проще, чем мы думаем В общем, рецепт покажем, расскажем и сами убедимся, скорее всего, насколько это просто и вкусно В основе линцерского печенья – ореховая мука, чаще всего миндальная Для рецепта нам понадобится 100 граммов Муку нужно обязательно обжарить, так как тогда она раскрывает ореховый вкус и аромат Далее перекладываем ее на тарелку и даем время остыть 200 граммов размягченного сливочного масла смешиваем с сахарной пудрой Ее нам понадобится 110 граммов и быстро перемешиваем с помощью миксера Теперь добавляем одно яйцо и часть миндальной муки, перемешиваем К полученной массе просеиваем сразу всю муку Здесь у нас 250 граммов пшеничной и оставшуюся часть миндальной Добавляем щепотку соли и объединяем все ингредиенты Затем замешиваем тесто руками Долго это делать не нужно, иначе печенье не получится нежным и рассыпчатым Перекладываем тесто на лист пергаментной бумаги, накрываем вторым листом и теперь при помощи скалки раскатываем тесто в пласт Теперь убираем заготовку в холодильник на несколько часов Когда тесто охладилось, можно вырезать печенье В качестве вырубок нам понадобятся две круглые формы и одна фигурная снежинка для окошка Сначала вырубаем круглые формы, а затем через одну внутрь вырубаем окошко Тесто в это время должно оставаться холодным Если оно успело нагреться, перед выпечкой поставьте заготовки в холодильник Выпекаем печенье в заранее разогретой духовке 10-12 минут Температура выпечки 180 градусов Для остывания печенья лучше переложить на решетку Для сборки печенья нам понадобится густой джем или конфитюр и сахарная пудра Те половинки печенья, которые с окошком, присыпаем сахарной пудрой На вторые половинки в центр выкладываем джем и накрываем половинкой с окошком, слегка придавливая Печенье можно красиво упаковать в коробку и подарить близким или хранить в герметичном контейнере до следующего раза Подаем сладкое угощение с чаем, кофе или холодным молоком Приятного аппетита! Как всегда у нас есть коллега Лана Флор, которая советует нам куда поехать, на чем поехать Мне нравится, как всегда у нас есть коллега Лана Флор Но это, да, есть Она есть, она у нас есть, это достаточно продолжительное время Но 1 декабря далеко ехать не надо Оставайтесь в Кишиневе или приезжайте в Кишинев Потому что торжественное открытие Рождественской ярмарки в центре состоится в 17.00 На площади Великого национального собрания зажгут огни новогодней елки Рождественская ярмарка будет работать до 15 января Что еще расскажет нам Лана Флор, узнаем далее Доброе-доброе утро, я Лана Флор И сегодня будем говорить о теме, которая касается любого автовладельца Это неправильная парковка Что она за собой ведет И как транспортирует тех самых штрафников на штрафстоянку Давайте с самого начала Парковаться в неправильных местах Это то еще неблагодарное занятие Во-первых, штраф Во-вторых, какие-то разборки с полицией И в-третьих, если вы не объявились на звонок полицейского То вашу машину транспортируют на штрафстоянку Будете искать ее где-нибудь явно за городом Это невыгодно, это некомфортно И вообще, знаете ли, искать свою машину по всему городу Такое себе удовольствие Но сегодняшняя тема будет о том, как транспортируют машины Которые отводятся на штрафстоянку Потому что есть же большая разница между автомобилями С передним приводом, с задним приводом и 4х4 С недавних пор в Кишневской власти закупились специальными эвакуаторами Которые могут эвакуировать машины любого формата С любым приводом Но как вообще, в принципе, происходит это в нормальных ситуациях Если, например, вас не транспортируют на штрафстоянку А вам нужно отогнать свою машину, которая не на ходу Итак, начнем с переднего привода Здесь все проще всего Здесь рабочие колеса передние Задние колеса исключительно работают по накатанной Такие машины можно транспортировать даже на частичном эвакуаторе То есть передние колеса на эвакуаторе А задние катятся сами с собой Что касается заднего привода Задний привод, здесь же все работает наоборот Тут как раз машина заходит задом на эвакуатор А передние колеса точно так же катятся сами с собой Но эти два способа совершенно не подходят для автомобиля У которых есть какая-то проблема Например, с балкой рулевой И вообще что-то, что имеет отношение к проблемам с ходовой Поэтому, если вы не уверены в своей ходовой То лучше транспортируйте машину только на полном эвакуаторе Где все четыре колеса находятся на поверхности Теперь самый сложный вариант Полный привод Если у вас полный привод, то ни один из вышеперечисленных вариантов вам, безусловно, не подходит Потому что как передние, так и задние колеса у таких автомобилей работают в связке с двигателем И если вы транспортируете, например, только передними колеса, то задние портят двигатель Если транспортируете наоборот, то та же самая история Короче, машину 4х4 можно транспортировать только полной поверхностью всех четырех колес А лучше, опять же, поднимать его этими эвакуаторами, которыми закупились недавно власти Кишинева Что касается вообще приводов Если вам нужно отбуксировать машину, и вы не знаете, какой у вас привод То гляньте в руководство по эксплуатации автомобиля Если же такого у вас нет, то выбирайте всегда тот вариант, который подходит для всех трех видов приводов Именно по этой причине власти закупились специализированными эвакуаторами Я желаю вам с ними никогда не сталкиваться Я желаю вам хорошего дня, увидимся завтра Пока-пока Сколько всего интересного связано у нас с четвергом? Сколько? Ну вот, например, есть же четверг, рыбный день Ну, это само собой Причем, что интересно, уже сколько лет этой фразе Потому что в каком-то фильме она, по-моему, прозвучала, если я не ошибаюсь, да? Мне кажется, что да Я не помню, если честно, но, если я не ошибаюсь, то как раз-таки завоз свежей рыбы в некоторых супермаркетах проходит именно в четверг А я тебе о чем? Я вот про это и говорю, что несмотря на то, что этой фразе столько лет, вот традиция до сих пор как-то продолжается Фраза после дождика в четверг Что там еще было? По-моему, то, что что-то еще было, но из головы вылетело Чистый четверг, но это уже религиозная история Как-то вот очень много ответственности мы накладываем на этот день Хотя впереди приезжающиеся выходные, пятница вроде на следующий день И это прекрасно И вот этот вот весь флор ответственности, он как-то уже со знаком плюс, со знаком позитива Но с другой стороны, чтобы немножко вот эту вот ответственность рассеять каким-то образом У нас есть специальные инструменты, как можно расслабиться Хотя бы ненадолго, на пару минут И этот инструмент музыка, поэтому вам приятного прослушивания Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Как выбрать душевую систему? Несмотря на то, что тема-то отнюдь не зимняя, казалось бы Но при всем при этом, именно сейчас можно повылавливать скидки Вот, и если за какие-то хорошие деньги вы купите хорошую систему, то почему бы, собственно, и нет Но вот что еще пишут? Не стоит путать обычную душевую стойку и систему, ведь последняя отличается наличием двух леек и чаще всего собственным смесителем Ну а чтобы окончательно расставить все точки над «давайте погрузимся в этот вопрос поподробнее» Первое на что следует обратить внимание при покупке душевой системы – комплектация и тип монтажа Душевой системой называют душевую стойку с верхним душем и ручной лейкой в комплекте Среди них есть модели со смесителем, когда он соединен со стойкой с жестким резьбовым соединением, а также много моделей, где смесителя в комплекте нет Он покупается отдельно и соединяется со стойкой с помощью душевого шланга Сам смеситель может быть как с изливом, так и без Системы с изливом в основном устанавливают в ванны, а в душевые ширмы и ограждения чаще ставят системы без излива Хотя есть удачные модели, где излив довольно короткий и подвижный Из имеющегося ассортимента можно выбрать душевую стойку и смеситель по отдельности, таким образом собрав комплект на свой вкус Есть еще один важный момент В случае необходимости замены смесителя саму стойку менять не понадобится Нужно будет просто отсоединить смеситель от труб подачи горячей и холодной воды и установить новый А вот в случае поломки смесителя в системе, где он соединен с жестким соединением, как правило меняют всю душевую систему вместе со стойкой Тип монтажа Душевые системы могут быть со скрытым или наружным типом В системах скрытого монтажа коммуникации и рабочие элементы замурованы в стену Снаружи остаются только элементы управления, верхний душ и лейка Но большинство душевых систем имеют именно наружный тип монтажа, то есть устанавливаются на стену Второй нюанс – высота стойки и возможность регулировки Нужно обязательно обратить внимание, можно ли будет регулировать стойку по высоте Дело в том, что если устанавливать душевую систему в ширму или, как ее еще называют, душевой уголок В большинстве случаев подойдет даже стойка, у которой нет регулировки по высоте Поскольку для ширм трубы подачи воды обычно выводят на расстоянии 110-115 сантиметров от уровня пола Но многие покупают душевые системы для установки в саму ванну И здесь уже возникают нюансы, так как в этом случае трубы подачи воды обычно выводятся на расстоянии 80-90 сантиметров от уровня пола И если пользователь купил для ванны душевую систему, у которой смеситель в комплекте и жестко соединен со стойкой Есть большая вероятность того, что максимальная высота душевой стойки будет меньше, чем рост человека И в положении стоя пользоваться ей будет неудобно Чтобы избежать такой проблемы, есть несколько вариантов Во-первых, если вы выбираете душевую стойку, где смеситель в комплекте и подсоединен к ней напрямую Покупаете только те модели, где штанга с возможностью регулировки Во-вторых, можно купить стойку отдельно и приобрести к ней понравившийся смеситель А поскольку в этом сочетании смеситель соединен со стойкой гибким шлангом Останется просто закрепить стойку на стене на комфортной для всех высоте Если вы уже купили стойку, установили ее и поняли, что она коротка, выход тоже есть Можно заказать в интернет-магазине удлинитель душевой штанги, перед этим выяснив, какая по размеру у нее резьба Нюанс номер три – качество смесителя системы Смеситель – самая важная часть в душевой системе, поломка которого сделает пользование душевой системой невозможной Именно поэтому нужно обращать внимание на то, какую гарантию дает производитель на душевую систему Советуем рассматривать модели с гарантией от 5 лет и более В таких изделиях комплектующие всегда хорошего качества В том случае, если вы выбираете смеситель отдельно от душевой стойки, у вас еще больше возможностей для маневра И главное здесь не экономить Бюджетные смесители изготавливаются из цинкового сплава, который еще называет сам корпус таких смесителей не слишком надежен И рано или поздно в нем могут возникнуть микротрещины и, соответственно, протечки Гарантия на такие смесители обычно не превышает года Более надежными считаются смесители из нержавеющей стали и латуни Эти сплавы устойчивы к возникновению протечек, а гарантия на корпус от 5 лет и более Нюанс номер 4 – тип смесителя по способу управления Выделяют три главных группы Система с однорычажными смесителями, с двухвентильными и термостатические Две первые группы – самые распространенные Однорычажные смесители управляются одной рукоятью, а в двухвентильных нужная температура воды достигается путем регулировки каждого из этих вентилей Отдельно нужно сказать про термостатические смесители Суть в том, что в них изначально можно установить нужную вам температуру воды И она будет всегда поддерживаться на одном уровне, пока это необходимо Сам процесс осуществляется с помощью термостатического картриджа, который автоматически регулирует подачу горячей и холодной воды в нужных пропорциях Такие модели имеют ощутимые плюсы Один из них – стабильная температура воды Ведь даже если в других комнатах, например, на кухне, тоже включат подачу воды Термостатический картридж изменит пропорцию подачи воды, и температура останется на том же уровне Кроме того, в таких моделях есть защита для детей от ожогов Вентиль подачи воды имеет стопор, ограничивающий температуру воды до отметки в 38 градусов Сделать температуру больше можно, нажав на специальную кнопочку, чего маленькие дети сделать, конечно, не смогут Единственный подводный камень в том, что в большинстве таких моделей труба подачи горячей воды должна быть обязательно слева, а холодной справа И еще один пункт – прочие тонкости Обязательно нужно обратить внимание на тип дивертора душевой системы У самых недорогих моделей он вакуумный, или, как его еще называют, кнопочный Некоторые пользователи отмечают, что при недостаточном давлении в системе водоснабжения дивертор не держит подачу воды в верхний душ, а возвращается в исходное положение Поэтому лучше выбирать систему с флажковым дивертором Он надежен, и с ним таких проблем не возникает Также нужно обращать внимание на верхний душ и ручную лейку, а именно на форсунки для подачи воды На качественных душевых системах на кончиках форсунок есть мягкие силиконовые наконечники, которые позволяют легко очищать известковый налет, всего лишь проведя по ним пальцам Эта технология называется изи-клин, если она есть в вашем изделии, это будет отображено на коробке душевой системы Есть системы с функцией самоочистки от извести, они обозначены специальными красными вставками на форсунках Форсунки верхнего душа очищаются при включении и подаче воды, а в ручной лейке – при смене режимов Важную роль играет и шланг, его длина и материал покрытия Большинству пользователей хватает длины от полутора до двух метров Материал покрытия Если шланг постоянно дергают и тянут на себя, стоит купить шланг ПВЭх, который уже изначально усилен и не боится таких манипуляций Единственное, гибкость шланга в таких моделях будет меньшей в сравнении со шлангами с классической металлической оплеткой И снова добрейшего утра, наши дорогие и горячо любимые Доброго четверга спешу вам пожелать, как всегда, приятного настроения Дмитрий Спиваков, как всегда Стелла Аксенова тоже, а здесь практически безвылазно Собственно, как мы ее в рабство взяли, паспорт отобрали, так она тут на канале и находится Да, я, собственно, не сопротивляюсь, когда-нибудь, да, отпустят, возможно Кто знает Да, ну и продолжаем наше утро, как всегда Мне кажется, что самый напряженный месяц в году – это декабрь Потому что очень много ожиданий от этого месяца Завершить все планы, похудеть, постройнеть, открыть бизнес Что там еще обычно? Внесу маленький корректив На мой взгляд, самый напряженный месяц в году – это с середины января по середину февраля Почему? Потому что деньги после новогодних праздников закончились, а вытянуть до следующей зарплаты как-то надо Ну, это да, если в этом контексте рассматривать самый сложный месяц, то да Да, но все-таки вот эмоционально напряженный сам декабрь Потому что все хотят успеть в декабре то, что не сделали на протяжении всего года А иногда хотят встретить праздник похорошевший, постройневший, а если и надо, то помолодевший Да, и в принципе, конечно, у некоторых получается 31 декабря приехать, значит, к косметологу или к макияжетологу Вот, и после этого быть во всеоружии, а некоторым приходится готовиться И готовиться надо заблаговременно, за целый месяц А зачем так долго? Все зависит от запросов и потребностей конкретного человека Если вам нужен бьюти-план на декабрь, то мы его составили и прямо сейчас готовы им поделиться Месяц вполне достаточный срок для того, чтобы отправиться в спортзал и успеть подтянуть фигуру, укрепить мышцы Интенсивно тренируясь 4-5 раз в неделю, за месяц можно добиться того же результата, что и за 3 месяца при тренировках 2 раза в неделю 4 недель хватит на то, чтобы пройти курс антицеллюлитного массажа, ручного или аппаратного График от 2-3 раз в неделю, стойкий и заметный эффект стоит ждать как раз после 12-15 процедур Подойдут и обертывания для моделирования фигуры За 8-12 процедур дважды в неделю можно скинуть до 3-5 сантиметров в талии и бедрах В конце календарного года накапливается усталость, хронический недосып становится постоянным спутником И кожа выглядит не лучшим образом За месяц до важного события будет полезно пройти курс поверхностных химических пилингов, которые выполняются один раз в неделю Для видимого эффекта достаточно сделать всего 4 процедуры Пилинги увлажняют кожу и стимулируют синтез коллагена, обладают осветляющим действием Процедура поможет уменьшить пигментацию и сделать цвет лица ровным и живым Шелушение возможно только после первой процедуры, что в данном случае по срокам вполне допустимо Ведь время еще есть Дома весь декабрь используйте лосьоны и сыворотки с ахокислотами Концентрация их в домашних средствах не превышает 5 процентов, так что побочных эффектов обычно не возникает Средства убирают комедоны, осветляют небольшие пигментные пятна и делают кожу гладкой и нежной Массаж лица призван улучшить цвет кожи, придать тот самый здоровый румянец Выбирайте массаж с элементами лимфодренажа, он хорошо убирает отечность Микротоковая терапия прекрасно работает на лифтинг Это курсовая процедура, но уже после первого раза заметен эффект Кстати, процедура абсолютно безболезненная Вам даже удастся вздремнуть, что положительно повлияет на конечный результат Можно выбрать кремовые, а можно отдать предпочтение так называемым пластифицирующим альгинатным или гипсовым маскам Они наносятся на все лицо, включая глаза и губы, в жидком виде и застывают через 5 минут, образуя буквально слепок с вашего лица В процессе хорошо подтягиваются кожи и разглаживаются мелкие морщины Сколько бы времени не осталось до новогодней ночи, обязательно сделайте следующее Отрегулируйте питьевой режим Помогите организму избавиться от токсинов и получить достаточно влаги Все необходимые процессы в теле проходят во влажной среде Нормализуйте сон Постарайтесь ложиться спать до 11 вечера В это время естественным образом вырабатывается гормон сна мелатонин Откажитесь от сладкого мучного фастфуда, сладкой газировки и алкоголя Эти продукты вымывают из организма ценные минералы, которые отвечают за сборку коллагена и провоцируют раннее старение кожи Для тонуса и бодрости начните принимать витамины Это положительно скажется и на коже, и на состоянии волос Эффекта следует ждать как раз через 4 недели В Молдове продолжается регистрация исполнителей, которые хотят представить нашу страну на международном песенном конкурсе Евровидение 2025 Прием заявок для участия в отборочном туре продлится до 27 января И национальный отбор пройдет в три этапа До 15 января заявки кандидатов должен рассмотреть специальный комитет За этим последует живое прослушивание с 28 января по 5 февраля И на этом этапе баллы будут присуждать только жюри Национальный финал пройдет с 20 по 28 февраля В финале жюри и зрители решат, кто, собственно, и будет представлять Молдову на Евровидение в следующем году Честно говоря, очень любопытно, почему эта информация стоит у нас как подводка к рубрике с забавными и курьезными новостями Ну, потому что мы все видели национальные этапы Там разное бывает, всякое случается Честно скажу, действительно, не могу с тобой поспорить, потому что некоторые участники были просто фееричными Я не говорю хорошими, я говорю фееричными У них такая задача была У них был такой подход Да, возможно Ну, а прямо сейчас кое-что забавное расскажет нам Максим Ли, как всегда Передаем ему слово Лучше поздно, чем никогда Уж точно знает мужчина из следующей новости Индиец ожил перед кремацией 25-летний житель индийского города Джхун Джхуну Признанный умершим врачами местной больницы Ожил за несколько минут до кремации В 13.30 по местному времени врачи констатировали смерть Рахиташа Кумара После остановки сердца, зафиксированной на электрокардиографе При этом вскрытие было проведено только на бумаге Когда халатность людей в халатах спасла жизнь В 17.05 тело поступило в крематорий Однако в самый ответственный момент За считанные секунды до кремации Рахиташ внезапно начал подавать признаки жизни Районный инспектор Джхун Джхуну Ромаватар Мина сообщил, что отчеты о причине смерти Составили без проведения вскрытия Врачи указали, что причиной смерти Стала дыхательная недостаточность Из-за заболевания легких Но у Рахиташа, невероятно кстати Открылось второе дыхание Халатность врачей стала основанием Для начала расследования и отстранения от работы Троих медицинских работников До выяснения обстоятельств В США впервые провели пересадку Обоих легких при помощи робота В медицинском центре имени Лангана 57-летний Шерил Мехкор Была проведена первая в мире Полностью роботизированная операция По пересадке двух легких Мехкор работает медиком А также вместе с мужем руководит школой каратэ И увлекается мотоциклами Женщина страдала хронической Обструктивной болезнью легких В течение десятилетия Которая обострилась Когда она заболела коронавирусом Помню, мне пришлось ехать на вызов В дом престарелых В качестве врача скорой помощи И 85-летний охранник Поднимался по лестнице быстрее, чем я Я поняла, что это нехорошо Рассказала женщина Роботизированная операция Призвана ускорить процесс выздоровления И сократить время пребывания в больнице Во время процедуры робот Сделал небольшие разрезы Удалил больные легкие Подготовил место операции к трансплантации А затем пересадил донорские легкие Операция прошла успешно По словам доктора Стефани Чанг По сравнению с обычными операциями По пересадке легких Разрезы сократились с 20 до 5 сантиметров В США пара заключенных Умудрилась завести ребенка Ни разу не встретившись Произошло это в коррекционном центре Тернер Гилфорд Найт во Флориде 29-летняя Дэйзи Линк Отбывающая наказание за убийство Неожиданно забеременела Девушка категорически отказывалась Признаться, кто отец ребенка Уже после рождения малыша Специалисты сделали ДНК-тест И установили, что отец 24-летний Джоан Депос Который находится под заключением По той же статье Линк и Депос признались, что познакомились Через вентиляцию в своих камерах Уже позже Линк поделилась, что мечтает стать матерью И Депос решил помочь ей осуществить желаемое С помощью подручных материалов Он создал контейнер для семени Который передавал Линк Несколько раз в день в течение месяца Женщина самостоятельно вводила материал И спустя некоторое время Ей удалось забеременеть Линк родила девочку в июне Сейчас ребенок живет с родственницей Депоса Родители, которые сейчас находятся в разных тюрьмах Продолжают поддерживать связь и регулярно общаются с дочерью Вы знаете, есть две категории людей Обманываться, показывать чудеса Что там еще? Ты только что противоречишь тому, что я только что говорил про тебя Ну потому что это же неправда? Неправда Ну и что? Ну и что? Вот так вот скажешь что-нибудь по телевизору про меня Потом легенды неприятные ходить начнут А кому это надо? Слушай, какие вы легенды не ходили С ними пора свыкнуться и просто, скажем так, подливать масло в огонь Хороший способ Но прямо сейчас посмотрим первую часть интервью с фокусником Гарри Козма Ловкость рук и никакого мошенничества Именно такую фразу мы сразу же вспоминаем Когда речь заходит о магах, фокусниках или иллюзионистах Сегодня мы поговорим с самым известным магом, иллюзионистом, фокусником Гарри Козмой Доброе утро Привет, hello Hello, hello, привет, здравствуйте И все-таки ты маг, иллюзионист, фокусник, кто ты? Для детей я маг, волшебник, для подростков я фокусник, а для взрослых я иллюзионист Вот такое вот развеяние А в чем принципиальное отличие? Ну, чисто разговорная речь, для того, чтобы понять легче, кто перед тобой находится Я поняла История Гарри Козма, с чего началась? Ну, встретился Георгий Ларисов Дандюшанах Это родители? Да, в 1984-м или 2005-м году Ну и пошло-поехало Ну и пошло-поехало А если более детально, каким образом? Ну, не всегда же был Гарри Козма Нет, я был бас-гитаристом в одной группе В Румынии я играл на телевидении Мы были бэндом телевидения Мы были бэндом театра, мы были бэндом в оркестре То есть мы там были на расхват Потому что музыканты в Кишиневе хорошие И зарплаты у нас низкие, к сожалению Но в Румынии они нам давали низкую зарплату Но для нас это казалось все равно большие И был кризис в 2008-м году И нам зарплаты не платили Но на телевидение приходили разные артисты Один из артистов это был фокусник, иллюзионист Богдан Мангу И вот я заболел именно... Я как бас-гитарист в группе не имел внимания Потому что все внимание на вокалиста, либо на гитариста Это, в принципе, проблема всех басистов в группе Да И когда я увидел фокус, и как он удивил всех в студии Операторов, режиссеров, продюсеров Я говорю, я хочу стать фокусником Но папа сказал, либо ты едешь в Кишинев решать что-то своей жизнью Либо едешь со мной в Москву на стройку И что ты выбрал? Конечно, на стройку Нет, я приехал в Кишинев и хотел работать в группе, в казино Но и там питбосс, который был на ботанике в одном казино Сказал, давай мы тебе лучше поставим запрет Потому что такие люди, как ты, не имеют права находиться в казино Тем не менее, я у них выступал где-то 5-6 раз Они меня приглашали, чтобы я встречал гостей с фокусом И так пошло-поехало Потом я познакомился с продюсером нынешней тур-менеджером с Допщиц Дуб Ты упомянул такое слово, что тогда, в 2008 году, ты удивился тому, что произошло на сцене Вот такой сразу вопрос хочется задать Не разучились ли люди еще удивляться? А сейчас и нет такой подачи у артистов То есть редко кто выходит, но там больше менталисты делают Потому что у них там намного сложнее фокусы Но достучаться до некоторых наших зрителей Когда они на празднике уже веселые, открытые Заставить их сконцентрировать внимание и подумать Умножить цифры или подумать То есть это очень сложно Поэтому я сейчас делаю фокусы развлекательные У меня комедийная подача У меня фокус плюс 18 Поэтому у меня больше подача на комедию И это имеет свой плюс Потому что я не разрешаю зрителю думать, как это произошло, как я это сделал Потому что если просто показать фокус, то зритель так, а как он это сделал? А так он думает на шутку, он смеется и одновременно же видит эффекты Поэтому я не стараюсь сейчас никого удивить Поступало ли когда-нибудь предложение, благодаря вот на фоне твоего таланта Заработать нелегальные деньги? Конечно, очень много Соглашался сюда? Не, ни разу Мне, когда я поехал в Кишинев работать фокусником, карточным Потому что я работал по разным ресторанам Подходя к столику и развлекая 4-5 человек, сколько они там за столиком сидели И папа мне сказал, ни в коем случае не играй в карты на деньги или на какие-то там предложения И на каждой свадьбе, на каждом празднике, на каждой корпоративке, куда я хожу Всегда находились люди, которые идем со мной В Бричан, а тебя там никто не знает Никто тебя не знает Мы играем и делим, ты уходишь и оставь Конечно И у меня для этих людей есть всегда одна фраза Мне лучше проснуться в 10 часов вечера рядом с женой и с ребенком, чем в 6 утра в морге Да, это... Да, поэтому я не зарекаюсь в ту сторону Но самое интересное, что предложения там были Очень много Все хотят чужими руками загрести большое количество Буквально на любой, каждой свадьбе есть такой человек Ну, это нормально У нас в обществе есть люди, которые думают, что вот заснимут какие-то ролики на ТикТоке и сразу разбогатеют И к ним поступят предложения на рекламу Хотя там целая школа, целая академия, как это все работает Но люди наивные Все хотят скатерть на Вабранку, это все понятно Естественно, быстро и здесь и сейчас сорвать большую кушать Конечно Что тебе больше всего нравится в твоей работе? Вот больше всего? Ой, больше всего? А мне все нравится Мне тут такого фактора, который больше нравится Мне нравится, что я хожу в каждый день На мои выступления там всегда праздник Будь это свадьба, это праздник Будь это корпоратива, праздник То есть всегда все на веселе А как же ты тогда празднуешь, если у тебя каждый день праздник? А у меня стиль жизни, это праздник Дома праздник Мамая бегает по дому, это уже праздник Фокусы показываю детям, это праздник Всегда праздник То есть я научился жить в празднике А что же тебя бесит больше всего в твоей работе? Ну, не может быть все-таки идеально. Не может. Потому что мы с тобой неоднократно работали на мероприятиях. Я лично видела, что тебя может выбесить. И ты можешь себе спокойно позволить не доработать программу, если кто-то перешагнул черту. И если пьяные люди подходят слишком близко. Потому что у меня есть программа, у меня есть сценарий. Естественно, есть пару вариантов развития событий для каждого фокуса. Но однажды у меня есть знаменитый фокус, где бутылки размножаются. И у меня появляется там где-то 15-16 бутылок. И вот я заканчиваю фокус, выхожу на сцену, говорю, спасибо за внимание. И ко мне подходит пьяный мужчина. Говорит, взял свои бутылки отсюда. Пип! Да. И я на сцене, да я вообще не имею права в последневной жизни кому-то отвечать грубо. Потому что я видное лицо, мне нельзя как-то перешагивать какую-то грани. Я посмотрел на него, я понял, что кроме меня и него никто не услышал, что он мне сказал. Я ему улыбнулся, говорю, спасибо. И тебе-то можно. И чисто можно, до свидания. Участие в различных международных конкурсах и проектах на протяжении многих лет принесли свои плоды в 2024-м? Да, обязательно. Я участвовал пока что всего лишь на двух конкурсах. Это «Румыния. Талент» и тоже румынская передача «Ай Умор». И они принесли уже свои корпоративы, свои приглашения на свадьбы в 2025-м. А в этом году я был в январе в Брашове, а 11 мая был в Клужи на одну свадьбу. Как часто тебя узнают на улицах? В Кишиневе везде. То есть если раньше было через 6-7 людей, по буриканам уже все знают, что фокусник. По буриканам знают, что всех фокусник. Значит, ты не имеешь права оступиться в течение повседневной жизни? Конечно, из-за этого у меня не то, что есть наигранное поведение, это стиль жизни. Я поэтому не употребляю алкоголь и много разной нечисти. Ясно. О соли! О соли мил! Так. Что? Стэйтрандате там дальше? Да. Стэйтрандате. А, нормально. Ну, видно, что ты не пила эту классику. Нет. К чему это я? Если вы хотите, чтобы в вашей жизни было больше приятной музыки, а не такой вот, как была только что, то вот вам наша музыкальная страничка. Все, что было важным, я нашел в тебе, от начала и до конца. Я хочу этот миг сохранить. Ты мое завтра и навсегда. А я твой. А я твой до последнего вдоха, оставим все ненужное во вчера и будем жить в нашем сегодня. Ты мое завтра, кто бы что ни говорил, и я могу еще сто раз повторить. Ты мое завтра и навсегда. Мы живем за завтра, вдыхая тебя до атома, и нам остается только любить. А я твой до последнего вдоха, оставим все ненужное во вчера и будем жить в нашем сегодня. Ты мое завтра и навсегда, а я твой до последнего вдоха, оставим все ненужное во вчера и будем жить в нашем сегодня. Ты мое завтра и навсегда, а я твой до последнего вдоха, оставим все ненужное во вчера и будем жить в нашем сегодня. Ты мое завтра и навсегда, а я твой до последнего вдоха, оставим все ненужное во вчера и будем жить в нашем сегодня. На этом мы будем с вами прощаться и желать вам прекрасного четверга. Да, хорошего настроения, хорошего дня. Мы столько всего хорошего каждый раз желаем. Я, мне кажется, прихожу к очень интересной формулировке. Хорошего вам всего. Улыбайтесь, кайфуйте. Сегодняшний день он такой один. Ну а мы увидимся и услышимся с вами совсем скоро в пятницу. До встречи. Пока. Данный материал содержит элементы рекламы.